Итак, ребята, всем привет! Поговорим на такую тему. Как вы все знаете, Apple делает упор на чипы M-серии, на чипы собственного производства, но поддерживает компьютеры с процессорами Intel. Но вот в чём дело. Как и в прошлом году, как и в позапрошлом году в Mac OS Monterrey, часть функции была недоступна на процессорах Intel. И в этот раз та же самая история. Пять функций, которые не будут доступны на процессорах Intel в Mac OS Sonoma. Это касается как Хакинтоша, так и компьютеров Mac с процессорами Intel. 2017 года и по 2020. Итак, вот эти пять функций. Функция Presenter Overlay, которая отображает пользователя поверх контента, которым он делится в любом приложении для видеоконференции. То есть это FaceTime. Это в FaceTime, как Zoom, FaceTime, когда вы проводите конференцию, что-то показываете, и вы поверх всего контента, который вы показываете. Это эксклюзивно на Mac платформы Apple Silicon. Также хотелось бы подчеркнуть, в FaceTime вот эти вот реакции всякие, улучшения для камеры, вот это всё, это вот всё, это не будет работать априори. Это тоже для Mac'ов Apple Silicon. Далее, Apple представила игровой режим, но он тоже будет недоступен для процессоров Intel. К этому игровому режиму ещё была представлена утилита для портирования полноформатных тайтлов с Windows на Mac. Оптимизация под Metal 3 и чипы Apple Silicon. То есть уже запускали Cyberpunk, запускали Red Dead Redemption 2, по-моему, ещё GTA 5 запускали на Mac OS Sonoma. Не через эмуляторы, а просто порт. Не знаю, насколько это лицензия. Если портировали лицензии, это очень хорошо, это прям... Но, к сожалению, Game Mode будет недоступен на Mac'ах с процессорами Intel. Эксклюзивно для Apple Silicon Mac. Новый высокопроизводительный режим в приложении Screen Sharing. То есть вот в этом приложении, общий экран, не будет высокопроизводительного режима. Оно тут есть на Intel, но не будет. Не будет функций в нём, которые вот эксклюзивно для Apple Silicon Mac. Возможность сопряжения слуховых устройств made for iPhone непосредственно с Mac. Тоже будет доступна только на Mac'ах Apple Silicon. Ну и последнее. Возможность вызывать Siri с помощью просто Siri. Siri и запрос. То есть сразу же. Мы здесь говорим привет, Siri. И начинаем с ней общаться, грубо говоря. А на Mac'ах Apple Silicon мы говорим Siri. И начинаем с ней диалог. По поводу Siri ещё хотелось бы сказать, сейчас я к этому моменту подойду. То есть вот пять функций, которые не будут доступны на Mac'ах и Hackintosh'ах под управлением Mac OS Sonoma. Mac OS Sonoma выйдет этой осенью, но для Intel'ов, к сожалению, без пяти новых возможностей. Что касается виджетов, что касается многозатачности постановщика, экраноблокировки, живых обоев на экране блокировки и куча-куча других возможностей. Всё это будет на Intel'ов. А вот эти пять функций будут отсутствовать. Это, наверное, пять ключевых функций Mac OS Sonoma, которые будут недоступны на Intel Mac'ах и Hackintosh'ах под управлением Mac OS Sonoma. Так, про Siri, ребята. Я вот на днях сидел, думал, задумался. Если вы улучшаете Siri, добавьте искусственный интеллект, научите её быть более понимающей. Хотя бы GPT-4 новый. Если туда внедрить, я думаю, будет уже лучше. Но я не понимаю, почему Apple этого до сих пор не сделала. Я вообще думал про WWDC. Я ожидал, что они объявят, что Siri теперь поддерживает искусственный интеллект. Но, к сожалению, не срослось. И вы знаете, какое-то двоякое ощущение после конференции WWDC. Не знаю, мне что-то не очень. Так, ребята, завтра у нас состоится стрим на нашем канале. Итоги WWDC-23 с разработчиком Apple. Мы снова выйдем в эфир с Ярославом Гавриловым. С 5 по 9 июня прошла конференция WWDC. И мы, точнее Ярослав, поделится с нами всем, кто там было. Помимо первого дня конференции. Первый день конференции это у нас новый софт и Apple Vision Pro. И новая операционка для этих очков дополненной реальности. Но далее был State of the Union и так далее. Поэтому завтра мы сообщим, во сколько мы еще сами не знаем. Информация о стриме будет в сообществе YouTube и в нашем Discord. В сообществе ссылочка будет в описании. Есть в описании YouTube канала. И будет в первом закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Увидимся в новых роликах. Всем пока.